Да, за Нао было обидно, разумеется, то, что пять поражений в турнире, и Сэппы чувствовали себя очень уверенно и показали красивый игрок. Забанили, кстати, Фиору Магуза в трех... в двух играх, по-моему. Ну, я считаю, что здесь просто ситуация сложилась не очень удачно у них в плане расписания, потому что перерыв был большой. Видимо, собраться и подготовиться к турниру они просто не смогли, не знаю по какой причине. Может быть, команде не хватило какого-то тренера, может быть, команде не хватило какого-то вот авторитета, чтобы их просто организовать. Так-то мы-то знаем просто, что это пять игроков индивидуально очень сильных, и каждый из которых может свой потенциал проявить, но не получилось. Но будем наблюдать, что произойдет все-таки в Best of 3 серии гранд-финалов. Это борьба за путевку на Worlds. На поездку гостевую. Гостевую, да. Туристическую, туристическую. Да, все-таки этим командам против команд, которые будут на Worlds, будут играть очень тяжело. Я думаю, даже португальцы на фоне профессиональных команд будут смотреться все-таки слабовато. Но, тем не менее, опять-таки, никто от них и не требует, они студенты, задача учиться. Да. А игра это уже... Учиться и быть хорошими инженерами. Ну, это для iSep. Да. Хотя, может быть, в Ullodagi тоже есть хорошие инженеры. Я думаю, да. Ну, вообще, редко встретишь гуманитарные университеты, где много геймеров. Вообще, где много, там, соотношения парней и девушек такое, чтобы прям была достаточная база, в принципе, людей, чтобы была большая база игроков, компьютерных игроков, а чтобы из этих игроков еще и были игроки в League of Legends, а чтобы эти игроки в League of Legends еще и были хорошие. Но вы понимаете, насколько жестким получается ситоотбор. Да, и как раз iSep это, по-моему, наверное, топовый какой-нибудь университет в Португалии, который просто готовит киперспортсменов профессионально. Потому что то, что показывает ребята iSep, доставляет. Ну что ж, дорогие дамы и господа, first pick iSep. В первом матче Ezreal, Varus и Victor. Три бана по мидлейну у Тайрили Ворланд. Здесь отбанен полностью, хотя у него еще остались пики в запасе. Ария, Ариану, ну, видимо, Ezreal, Victor и Varus, так как они сейчас вообще тир-1 в мете. Плюс с другой стороны от Улудак забанен Jace и Azir. То есть пять мидлейн-банов в этом матче. И Алистар был последним забанен от команды Улудак. Не дали его iSep. Явно Ариану надо пораньше забирать, потому что она будет в приоритете для одного и для другого. Вообще, мне немножко удивляет бан здесь Виктора со стороны iSep. Они могли бы забрать на FPC Vira, вот во втором раунде могли бы Виктора здесь забрать для себя. И тогда у Виктора и против Ариану матчап хороший, и против Ария особенно матчап хороший. Но Ариану в итоге они забирают. То есть, какая логика в этом? Они не отдают Ворланду Ариану. Матчап Ори-Ари, Кобико де Порко готов стоять. Кобико де Порко, Ори-Ари, Кобико де Порко. Да. Ну что ж. Северная ферст-пик была для Дренска. Кстати, по составу на топ-лэйне JJMC, в лесу Крашер на мид-лэйне Кобико де Порко и на суппорте Вейзл, RGN. Со стороны Португалии у турков, как обычно, Индолэнс, Роял, Ворланд, Сайфойс и Силкин. И как раз Ворланд и Сайфойс сейчас делают свои пики. Может быть, физ для Индолэнса. Кейтлин будет весьма интересным пиком сюда. На мой взгляд, не особо вяжется в эту композицию. Но почему бы не для того, чтобы задоминировать линию 2х2 на пару с Жанной. Кейт и Жан могут что-то здесь интересное показать. Кстати, здесь Кейтлин смотрится как минимум неплохо. Здесь просто нужен хороший такой, ну, фронт-лейн, чем-то образованный, пока он не очень хороший. Я думаю, что Корки. Корки хороший вариант тоже. В комбинацию с Жанной, во-первых. Во-вторых, тут и Риксай с Рамблом хорошо работают. Добавок к Корки. То есть вообще у Лудаг довольно интересная композиция, которая будет неплохо здесь работать. А вот Исепы забирают Физа для JJMC. Вот как раз у Лудаги думали отобрать для Индолэнса этого Физа. Плюс Грагас для Крашера. Здесь главный вопрос просто, сможет ли Индолэнс выставить линию против JJMC, потому что Баунти, например, не смог. Да, Баунти вообще был уничтожен в пух и прах. Поэтому задача взять такой пик. Ну, то есть, ну, понятно, что уже Рамбл на топ. То есть задача была взять такой пик, который, ну, во-первых, и сможет отстоять линию Сейфо против Физани, и отведить его ни в коем случае, но при этом и, разумеется, быть полезным в этапе мидгейма, и в лейте там не просеять слишком сильно. Остается пик для Ворланда. Кого заберут, ребята, из Мулудаг? Ну, Ария остается, потому что мы не видели Ворланда на других пиках. В принципе, еще есть варианты с Кагмао, есть вариант с Зератом, но мы просто их не видели от Ворланды. Зерат? Кстати, Зерат неплохо бы весьма зашел. Владимир, может быть. Ну, да, хотя Владимир неплохо будет весьма. Ты думаешь, он будет стоять в ужасном матчапе против Арианы, чтобы потом не иметь ни особо мувспида в драках, ни возможности положить как... Ну, хотя ультимейты Владимира Рамбла работают неплохо, но это в первых АП-хэвий сетап против, ну, трех фронтлейнеров. Жанна неплохо работает в комбо с Владимиром. Тут есть, ну, да, есть с чем поиграть. Ну, Ария просто намного лучше пик, хотя, опять-таки, Ария все равно сейчас пик достаточно спорный. Да, тут просто Владимиру есть с чем поиграть в мид-гейме. То есть в Верле, да, проблемы будут сто процентов, причем, ну, единственное, у Владимира есть серьезный плюс в гангах, ну, то есть, когда гангает Грагас, у него сангвин пул, который может его легко вывести из ганга, из файта. С другой стороны, а зачем здесь Грагасу гангать мид, когда там Арияна, если есть на бутлейне на Утилус, ну, я к примеру говорил, а на топлейне фис против раунда. Для того, чтобы Владимир сейфову фармил, потому что ему сейф фарм нужен точно так, как Арияна. В принципе, причем Арияна чаще будет, ну, как-то передамаживать Владимира на первых уровнях, и до револьвера, до девятого уровня Владимир явно будет на этой линии таким слабым, змеяном. Поэтому команде, команде Лудак придется здесь очень сильно постараться, потому что, опять же, как ты уже успел отметить, и на Утилус на ботлейне у Исэпов, правильно? Да. Да, вот на Утилус вместе с Севиркой, то есть у них мощный энгейш потенциал на ботлейне, заходы будут от Грагас очень неприятными, на топлейне физ. Там причем такой очень интересный матчап, я всегда на топе люблю такие матчапы, потому что они выглядят как? Во-первых, они обязательно требуют прихода лесников, причем желательно обоих, потому что Рамбл пушит линию, всегда. Рамбл не может не пушить линию против физа, он обязан его харасить. То есть Рамбл, который физа не харасит и не пушит, он просто проиграет улын какой-то момент. Сто процентов. При этом Рамбл, который харасит, он физа там может загнобить до шестого очень хорошо, и отправить его и под вышку, и прохарасить, и может быть даже на базу отправить. Но при этом левел шесть улын у физа высокий улын потенциал. Да. Приходы Грагаса могут сделать так, что Рамбл очень хорошо даст физу разогнаться, и Сноубол у обоих топлейнеров очень высокий. Плюс оба топпера, кэрри топпера. То есть они немножко разные, да, физ такой классический... Ассасин. Да, Тринити скорее, Тринити топпер. Да, Рамбл, ну то есть как раз этот хардкэрри, да. Рамбл в свою очередь тимфайтовый, бурспроказ чемпион, поэтому немножко разные у них задачи по игре, да, но в целом они оба являются чемпионами, которые именно кэрят игры для своей команды, особенно в мидгейме. Если у Индолэнса получится действительно выйти вперед, если у Индолэнса будет плюсовая ситуация, вместе с Рикса и Ари, мидгейм они построят очень хорошо. Тем более есть Корки. Корки тоже это мидгейм, его чемпион, и можно сказать, что у Дагов вообще весь фокус здесь в мидгейм нацелен. Абсолютно верное решение. Здесь даже и не поспоришь с ними. Во-первых, Роял в приоритете выбирает, кстати, интересный хромоскин на Физа. Желтенький. Да, желтенький, он прям вообще странный-странный такой парень. Кислотенький. Да. У Рояла приоритет на Рикса и вперед Грагаса стоит во многом почему. У Рикса и все-таки сами по себе ганки, при левел 6 более, ну что ли, изощренные, и у нее больше возможностей. Она не так зависит от флэша при левел 6, чтобы этот ганк сделать. Она может делать ганки за спину, у нее много возможностей делать ганки через стены. То есть это непредсказуемый лесник в этом плане. Менее предсказуемый. Я бы сказал, что Грагас тоже имеет свои фишки. Конечно, безусловно. Но при этом у Рикса и больше возможностей. При этом рассчитывать переиграть айсепов в долгой игре, а в скейлинговый сетап, нет. Это явно не нужно команде здесь. The JJMC при этом стартует с врайтов, с Остроклювов. Поэтому Ворланд немножко помог своему противнику. Да, по-моему, он ничего не отобрал. Ничего не отобрал. Хотя, если бы он состилил хотя бы одного Остроклюва, это было бы очень хорошо для команды Улудак. Ворланд будет, естественно, запушить против КПКД Порка. Классическая ситуация, когда Ари постоянно кидает свой ворбов в десепшн. Это необходимость, по сути, на мидлейне. Если ты Ари не харасишь на линии, то в какой-то момент ты просто можешь начать проигрывать и трейды, и фармы. Это как раз очень скиллбейст матчап. Это считается, наверное, на протяжении трех сезонов. Просто были периоды, когда Ори стала популярнее. Были периоды, когда Ари была очень, даже безумно популярной. Но это один из самых базовых матчапов, которые каждый мидлейнер должен знать. То есть Ари против Арианны, Ори, точнее, Арианна против Ари, и наоборот. Ну, короче говоря, вы поняли. И обязательно нужно уметь играть каждому мидеру и на том, и на другом мидлейнере. На дрэж лайндер от Наутилоса. Энгейдж пошел с самого начала, играет агрессивные сэпы. Понимает, что нужно давить. Ну, и просто, когда Наутилос видит возможности играть по утилити саппорту, он это делает. Получается ли это всегда удачно? Нет, но при этом у него релик. Релик сам по себе, как голдер, более выгодный в плане трейдов на ботлейне. Да, конечно, за счет сустейна, который они создают для себя. При этом сустейна у лудагов вообще нет никакого. То есть отсутствует напрочь. Нет, никакого хила нет. Ну, щитки, конечно, добавляют немного сустейности на линии. Но все равно, вот такие ситуации, когда Вейзлу удается безнаказанно дать автоатаку, накинуть в вирке бумеранг по противнику. Такого допускать вообще нельзя никогда у лудагом. И на четвертом уровне им нужно уже начинать трейдиться, причем трейдиться в свою пользу, опять же. Айвзэшторм и Силкин должны продуктивно быть использованы, чтобы Сайфой сносил повреждения все-таки по игрокам и сэпп. Здесь очень важно, что команда и сэпп в целом по ходу этого турнира, ну, по крайней мере, у меня создается такое ощущение, что там, кстати, Грагас на топе. Да, пытается. Он через стену сделал? От этого многое зависит. Да, да, по-моему, через стену бодислэм был. Тогда Рамбл не знает. Нет, 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 не через стену, по-моему. По реке все-таки пробежал Грагас. Тогда почему Рамбл так? Здесь беспечно стоит, что ли? Ройл, конечно, заходит на контраганных. Да, подходит сюда Ройл. Интересный 2 на 2 файт. В 2 на 2, кстати, Ройл и Индолайнс будут сильнее. Джей Джей МС отходит. Здесь аккуратно нужно играть. Ребята, вот тут лудаг. Бодислэм по двоим игрокам. Ройл тут же отходит. Индолайнс практически перегрет. Оба игрока отдают свои суммонеры. Здесь Крашер отдал флешбодислэм. Очень хорошо, кстати, его кастанул по двоим игрокам. Прошел краудконтроль. Индолайнс отдал свой флеш тоже. Такое 2 на 2 у лудагом было бы выиграть сложно, если только изначально кто-то не был бы прохорошен. А так у Физа Игнайт. Игнайт в таких 2 на 2 стычках очень большое значение. Да, боевой суммонер здесь, разумеется, очень эффективен. Ройл, главное, не умереть сейчас. Он не может сделать, похоже, этот кемп. Да, плохо, плохо. Немножко отставание у него будет по таймингу. По фарму, тем временем, на мидлейне идут более-менее ровно. Ворл он даже чуть впереди на топлейне. Преимущество в пользу JJMC. Конечно, Рамбл может перетерпеть такую проблему в оверфарме своего противника. До 5 уровня, как правило, Рамбл очень осторожен. И тут неудивительно, что Индолайнс проседает по фарму. Если он без флеша, он, конечно, осторожен. Так-то, Рамбл обычно играет на этой линии, если флеш есть, то достаточно агрессивно. Но здесь он уже не может этого сделать. Потому что любая агрессия будет... Вообще, до 5-го левела редко играет супер агрессивно, как на Рамбле. Потому что флеймспидер все-таки именно с рангом апается очень сильно. Там просто нет выбора. Если ты физа не харасишь на линии, у тебя будут проблемы. Потому что все-таки любого милишника Рамбл хоть как-то харасить должен. А для этого ты должен идти, скажем так, и запушивать. И для этого ты должен играть достаточно агрессивно на этом персонаже. Ты, конечно, не улынешь, у тебя нет возможности, там, цель... Скажем так, ну, Рамбл редко, когда может сам, именно на агрессии на своей, в 1 на 1 умного хорошего топера убить. Он может его с линии согнать. Потому что все-таки у него улын потенциал высокий, когда въезжают в основном по нему. А когда он сам играет агрессивно, ну, дайвить он тоже крайне редко может сам. Да, стоит сказать, что по фарму на топ-лэйне у Индолэнса все хорошо. То есть он более-менее стабильно идет, несмотря на неудачу в начале. И, кстати, на боте пошел файт в пользу команды у Лудак. Экзост по Дренску, почти Вейзл погиб, использует свой Дренску, старается уйти. Валькири идет от Сайфойса, Вейзл, скорее всего, не заберут. Но выбивают суммонер. Даже два. Хилл от Дренска и Вейзл отдает свой флэш. Все равно Айсэпы сыграли очень здорово. Наутилус был глубоко по линии, он очень сильно просил предмосилки, но уже экзоста нет. Но трата одного экзоста в любом случае по саммонерам размен выгодный. Важно то, что пока ни у Лудак, ни Айсэп, ни одного успешного ганка не сделали. Это очень хорошо для у Лудагов, потому что пока ни одна команда с лейнфазой против команды Айсэп ровно не вышла. Да, именно в плане вообще отыгрыша. Лудаги сейчас хороши, Ройл пытается зайти на Вейзла, идет Рут. Сайфойс пытается уйти с дреджлайна. Наутилус, телепорты пошли от обеих команд. JJMC здесь, Ройл подкидывает трек игроков. Отличный эквалайзер, соус-блат пользу команды. Улу Дак, Кинда Лэнд забрал этот килл, пытается поиграть дальше. Выжил в конечном итоге Ройл, закопавшись, получил ХП реген и за счет этого пережил дэмэдж от Игнайта. Очень странно, что здесь не думал Крашуа даже смещаться в район ботлейна, потому что явно... Ой-ой, тем временем Ворланд разменится, КБГД порка дает отличный чарм по этой Ариане. Пытается добить маны, нету, флэш КБГД порка отдает, хотя я думаю, что Ворланд бы не добил своего оппонента. Крашер заходит на мидлайн, у него нету флэша, чтобы сыграть бодислэм, флэш комбо, поэтому Ворланд без опасности. Да, ошибка большая была от Грагаса, что на бот он все-таки не зашел, потому что спарилась там Рик Сайна, здесь Ворланд должен быть. Да нет, флэш есть. В любом случае, Крашер дальше играть не пойдет, можно и чарм поймать под вышкой, и там, мало ли, что у Ари по мане там сейчас было все близко. Не-не-не, не было. Ну, там вот-вот, и знаешь, если ты не убиваешь с одной автоатаки, ты просто не идешь давить, когда у тебя флэша нет, а у мидера при этом флэш есть, Ариана тебя ничем не поддержит. Ну, в итоге получается все ровненько, Грагас немножко, по-моему, на экспы поворовал у Ори, но это не страшно. Попытается забрать красный баф, Рик Сайь забирает тем временем Краксов, это очень плохо для команды Улудак, потеря красного бафа совсем не то, чего хотелось бы видеть здесь команде. При этом Крашер взял шестой. Да, все дело плохо, надо Ройлу пытаться уходить отсюда, потому что Крашер дамаживает очень много, эксплодив каст не жалеет Крашер, подходит Жанна, очень вовремя, кстати. Суппорт команды Улудак появляется здесь, Крашер рывается на бодислейм, у него нету маны абсолютно, он пытается преследовать дальше, Жанна накидывается и автоатаки, которые Крашер вообще не чувствует, но, тем не менее, Силкин спасителем выступает здесь и Ройл благодарен. Самое обидное, что в этой ситуации это то, что Грагас шестой уже, а Ройл всего четвертый и 13 крипов здесь, Ройл очень много времени потратил на боте, при этом все, что он сделал, это взял килл для Рамбла, но при этом Физ не чувствует себя как-то сильно на топе, неприятно из-за этого. У него есть Фейдж, он может просто продолжать фармить здесь, Индоленс взял Сорки, ну и Рубик Ристалл. Фаунфис аутскейлит практически любого топ-лейнера на самом деле. Ну он может убивать в дуэлях, тут насчет скейлинга, знаешь, там всякие Джаксы, Джаксы, Хикаримы они могут по полезности на карте, конечно, тоже, просто разные немножко топ-лейнеры. Конечно, я имею ввиду именно... В дуэли, в дуэли, да. Пытается Сайфойс убить Дренск, использует он The Hunt Ultimate, Дренск, нужна еще одна ракетка для Сайфойса. По-моему, кончились заряды, да, не было зарядов у него. Тем временем умирает Индоленс на топ-лейне, Грагас подбирает килл. Для Исэпов это первое убийство в этой игре, Кабика Депорка здесь, Ворланд прыгивает, шок, Вэйр по четверым! Вау, как сыгран на Кабика Депорка, но это не спасает Вейзл абсолютно килл в пользу команды Улудак. Так, может быть, Дрейк для них, хотя сомнения. Надо бы делать, надо бы делать, потому что в Физане телепорты и Грагас на топе действительно. При этом сейчас то, что Индоленс умер, это очень неприятно, потому что единственный персонаж на карте, у которого у Улудак все было хорошо. Ну, сейчас еще Ари получила килл, да, но все-таки Рамбла загнобили немножко после того, как он килл взял. И, безусловно, здесь на боте Дренск и Вейл, Вейгл, да, не держатся хорошо пока что. Что, у Корки два асиста есть, у Жанны два асиста, все-таки ганки Ройла свой импакт оказали, но Грагас уже седьмой, Рикса и все еще не взяла пятый. Как это вообще может быть такое? Почему у Ройла четвертый уровень на одиннадцатом уровне, точнее, на одиннадцатой минуте? Это совсем плохо для команды Улудак, тем не менее, чем дальше в игре, тем быстрее все-таки берутся левелы. Для Ройла сейчас будет проблема вернуться в игру, я думаю, что он сможет это сделать, главное, чтобы не отдали Крашеру синий баф. Просто очень неприятно то, что в целом, знаешь, Рикса и очень поздно берет шестой, для Рикса и шестой важен в плане того, что она с ним просто безумное давление на карте оказывает. Да, посмотрим, будут ли пытаться здесь играть ребят из Эсэп на синий баф, мне бэкнулась Ириана, сомневаюсь я, что попытаются подойти, хотя три игрока команды Эсэп тут как тут, и есть Вижен контроль у Эсэпов на территории Блю Бафа, поэтому Блю пытается... Тем временем, Индолэнс дерется с JJMS, MC, эквалайзер пошел не самый удачный от Индолэнса, добить JJMC здесь не удастся. И главное, еще Индолэнсу здесь не уметь, потому что вполне возможно JJMC здесь попытается уйти волнами, хотя Игнайта нету, Чамзу Уотерс нету. У Индолэнса больше поток, поэтому здесь JJMC скорее этот трейд не то, что проиграл, но он выбил флэш, это всегда приятно против Рамбла, он сейчас по фарму все еще держится впереди, но то, что Рамбл не умер, это уже все-таки говорит о том, что Индолэнс посильнее чувствует топ-лейн, чем большинство топеров этого турнира, которых JJMC, вот, например, Баунти сегодня, JJMC просто совсем уничтожил. Да, там не было ни единого шанса, и, кстати, по прогнозам мы ожидали, что то же самое примерно случится с командой, которая пройдет в итоге в финале, кстати, JJMC играет по Индолэнсу снова, Индолэнс хорошо сейчас сейфово отыгрывает свою позицию, но очень грамотно действует, получает, правда, один удар от вышки, и Ворлан заходит сюда! Ну, JJMC серьезные проблемы, используя в плейфул трейкстер, ему не выжить никак! Отличный ром от Улудак, такая качественная игра от турков. Да, достаточно неплохо они опять реализуют свою Ари, странно, что здесь Кобико де Порко никакой информации не сообщил, и, ну, это вот одна из ключевых особенностей этого матчапа, Ари роумит, Ори фармит, при этом за то, что Ари зароумила, Ори должна хорошенько ее перефармливать, и по возможности, конечно, перескейливать, потому что скейлинг сейчас у Арианы намного лучше, чем у Ари. Но при этом у Лудаги заберут сейчас на этом вышку на Т1 на топе, потеряют, возможно, Т1 на боте, и, учитывая то, что Ариана при этом фармила, и Физ при этом сохранил свой телепорт, сейчас у Айсэпов есть возможность на боте здесь у Лудагов хорошенько поднапрячь. Да, они практически забрали вышку, используют он за хант, пошел он гейт по Силкин, он здесь бумеранг, от Сивильки, драйв, жлань, потрясающе, от Уэйзла минус Силкин, второе убийство в пользу команды, и с Эп, они вышли вперед по голде. По голде они вышли достаточно серьезно, потому что еще Т1, ну и пока, просто здесь такой вопрос, что Нао совсем уж, да, ну, с самых ранних фаз игры отдавали игру в руки оппонентам, все-таки у Лудаги по ходу турнира действительно поднабрали, но пока что все-таки идет только 14 минут в игре, и говорить о том, что они действительно там сильнее, слабее, раны, и сейчас посмотрим, как пойдет все дальше, все-таки, я бы сказал, что у Лудагов сетап, который в мидгейме обязательно должен иметь в плюсе, 3-4 тысячи. О, да, тут Крашер подходит, Ворланд может умереть, прошел проказ по Крашеру, и тут же идет экспозиция в Каск, эквалайзер, опять не самый удачный от Индолэнса, Джей Джей Эмси тоже появляется, дает Чамзи Водерс, тут же Игнат, не жалеет скиллов Индолэнс, проседает, но не так уж сильно, кстати говоря, здесь можно подраться на развороте, Плейфул Трикстер был использован, Орбов Десепшн, Шокбей, по твоим игрокам, разворот, поворот, в пользу команды Исэп умирает, Рамбл, третий килл для них, 14 минут на таймере, и команда Исэп лидирует на полторы тысячи золотых. Да, вот проседать уж точно не стоит, особенно таким персонажам, как Рамбл, особенно отдавая киллы Арианне, вообще никак сейчас нельзя Ори отдавать килл. У нее уже два убийства, там Финзан Холлигрейл на базе будет, один пытаются забрать игроки команды, Исэп, тяжеловато дается здесь все для ребят из Улудак, поингейджить не получится сейчас, опасно. Вторая смерть Рамбла в этой игре, у него есть телепорт. Реанне уже нужен бэк, конечно же, да, вот она за ним и уходит, у Физа будет ли шин или нет, да, шин есть, у Ори есть Грейл, но у Улудак все, ты знаешь, все равно на самом деле не очень пока радужно, если только Ари не начнет сейчас прям все линии для своей команды выигрывать, то все может стать еще опаснее. Потому что у Севир перефарм Корки на 20 крипов, у Физа перефарм Рамбла на 15 крипов, у Арианы перефармал Ари на 15 крипов, на каждой линии преимущества есть у команды Айсэп, по киллам все ровно и только один дракон для Улудак, но один дракон сейчас не сделает, скажем так, угрозы для команды Айсэп, в том плане, что 5 драконов еще очень не скоро. 5 драконов еще совсем не скоро. Ну посмотрим, 3-3 еще, 1000 золотых преимущества, которое создано было за счет фарма, за счет... Чего еще, кстати, за счет чего еще? Фарма все. Фарма все, по сути, да, по остальным все одинаково. 1-0 под рейком, в общем, пользу Улудак, Уорланд в энгейджет по КБКД Порка, отличный мув за стороны команды Улудак, без маны остается Уорланд, пытается доиграть по КБКД Порка, выживает Ариана, пошел энгейдж по Уорланду, Чамзе Уотерс ловит Роял, Монсуно Джанны, нету маны у Уорландок, сложно драться здесь, все-таки Индалейд забивает КБКД Порка, здесь же пошел удар дальше, экзост по крашу, отличный эквалайзер, на этот раз дает Индалейд, пытается доиграть JJMC, Ройл подходит сюда, забирает килл, Вейзл, лоу хп, Уорланд все-таки падает, но он был без маны, особой пользы он здесь не приносил, Вейзл умрет, дабл килл для Рояла, он идет дальше, подкинет крашу, Индалейд проходит, минус еще и Грагас, какой хороший размен показывают Улудаги, турки творят чудеса, размен 4 в 1, и это может быть минус Т2 на топе. Как-то КБКД Порка много подставляется, много ошибается пока что, и сейчас Ворланд его очень хорошо зацепил, и потом и Рамбл тоже очень здорово подошел, Улудаги действительно играют сыгранно и организованно, вот Айсепы пока показывают крайне неубедительную игру, и не могут себя особо на карте найти в плане инициативы, это нормально, опять-таки учитывая то, что там Ари, Рамбл и Корки, но то, что Рамбл с этой драки получил 3 килла, или сколько, ну там, в общем, 2 килла, он был, по-моему, 1-2, теперь он 3-2-3 стал, и, конечно, это уже очень хорошо, хорошее преимущество, однако, могут сейчас Улудаг потерять дракона на этом, и, опять-таки, полторы тысячи, но без преимущества по драконам, этого тоже может не хватить для 20-й минуты, ну, если это на 20-й уже будет так, а сейчас идет телепорт Нандаленсу сюда. Да, Нандаленс тпшится, 18-й минут на таймере, пытается отогнать Исепов, забрать Дрейка пока не удается, Дренск серьезно просел по здоровью, принимать такой файт крайне опасно, и могут Исепы отдать этого Дрейка. Ну, у Физа не было телепорта, и сейчас начинают его делать просто ребята из Улудаг. Очень быстро, Крашер, можно попытаться стилить, у него есть боди-слэм, флэш, а, нет, флэша нет, вообще нет. Второй Дрейк для команды Улудаг, пытаются разменять дракона на вышку, но не получают это сделать, Сайфоис был тут как тут. Пока что Улудаги гонят игроков Исеп, немножко... Кстати, здесь можно инициировать, потому что Грагас не здесь, но... Сейчас плохо по вижн-контролю у команды Улудаг, опасно двигаться, хотя в верхней части леса все было хорошо, но не видели просто где Грагас, поэтому не стали энгейджить, опасный момент, и здесь может возникнуть тимфайт. Потому что команде Улудаг нужна эта Т1-вышка, и убить достаточно легко эквалайзер! Дренск серьезно просел по здоровью, хороший эквалайзер для того, чтобы забрать эту вышку, и почти уничтожает, он долайн словит несколько тавер-хитов, но нужно было, конечно, подождать пачку миньонов, здесь тогда бы эта вышка 100% упала, но... Сейчас без эквалайзера драться опасно, хотя бэкмилла Севир, сейчас Айсеп, очень хороший тайминг для бэка Севир как раз был выбран, и если Севир успеет вернуться и ультануть, все шансы драку и проиграть есть. Там инфинити и даггер, и ботинок тоже есть, у Дренска, у Кобяка Де Порка еще ультимейт остался, и не успевают, по-моему, за этот пак... Ой-ой-ой, какой врыв делает Спирит Раш плюс Чарм, Ари ее ловят очень хорошо здесь, Дредж Лайн был потрясающий, Шок Вей по твоим игрокам, убирает Ари, Сайфой, Силкина, Могу тоже погибли, Чамзо, Ватерс, ОДЖМС, три игрока на него, садятся даблкил для Севирки, 7-7 счет, вот и у Лудак выбросили игру, разменявшись 3 в 0. Да, очень неправильная инициация от Ворланда, сейчас на этом получила свои киллы еще и Севир, прямо перед бэком, и при этом Т1 упадет сейчас у команды у Лудак, можно попробовать даже пойти на Т2, на топе Физ забирает тоже Т1 сейчас, и на самом деле золото с этого Айсепа получают хорошо, это сейчас очень важно, потому что Арианна может намного быстрее так выйти на Грейл Рободон, у Севир быстрее появится Фантом, у Физа появится Тринити, и вот с такими предметами, конечно, уже у Лудаком будет сложнее, потому что, опять-таки, Ворланд, он почему-то сам начинает инициировать, и если бы в этот момент у как раз топера команды у Лудак был эквалайзер, который можно было бы положить сразу на эту драку, вот тогда бы файт можно было выиграть, а так не синхронизировали. Да, преимущество 1500 золотых, 3-2 по вышкам, все еще есть Дрейки. Да, 2-0 по драконам для Улудак, но все-таки что такое драконы, когда у оппонента будет лейтовая Арианна, а у тебя будет лейтовая Ари, и при этом у тебя сетап сквишей, то есть хороший ультимейт Арианны в данной игре, он будет убивать 2-3 цели почти сразу же, что и произошло в последнем файте, потому что Силкин и Сайфоис поймались на этот ульт, и просто Кобяка Депорг их убил. Ну там вообще оказались в дикой миспозиции все ребята из Улудак, это был странный вообще файт, почему они его пытались принять, тоже странный. Ну они хотели инициировать, чтобы вышечку забрать. Уже не было эквалайзера, но сейчас еще и Аегис появился у Грагаса, это тоже очень важно, потому что все-таки пока у Рамбла было Леандри плюс Орки на вообще отсутствие какого-либо Магреза, то по Арианны хотя бы Грейл был, а так по всем остальным Рамбл безумное количество урона выдавал. С Аегисом все становится попроще, Рамбл перестает быть такой уж прям угрозой, хотя все еще хороший ульт его может зарешать, но пока у Индолэнса через раз один ульт хороший, один совершенно неудачный. Да, ну Крашера подловили на Чарм, но много чего это не даст, главное сейчас не подставиться под Эксплодив Каск, потому что Грагас может грамотно сыграть, кого-то выкинуть, и если сделают минус один, то могут уже, во-первых, выбрать более выгодную позицию в файте на Драконе, взять, можно, по-два Таурку, по крайней мере, посидеть ее точно. Сейчас эквалайзер хороший, играется командой Улудак, пытается разыграть Мунсуно Джан, и Ворланд получает депс-чардж от Наутилуса, Крашер подходит, кидает боди, там Флэш на Наутилус уже упал, хорошо разыгрывает Ари, пытается поиграть, Джей Джей МС заходит сюда, Ворланд может умереть, минус еще один игрок команды Улудак, но здесь есть Кабик и Депорга, у которого осталось совсем мало ХП, Рикстай продолжает играть потрясающе, минус Ворланд, но минус Джей Джей МС и Вейзл с другой стороны, Индолэнс может умереть, здесь нужна еще одна автоатака для Сиви, Ройл продолжает чейзить Ариану, тем временем команда Улудак может попадать здесь, тяжело. Здесь очень большая ошибка была от Дренска, он оказался в миспозиции, очень хороший ульт был от Индолэнса, Индолэнс сейчас, кстати... Ну, Дренска может умереть, кстати говоря, Ройл подходит сюда, подкидывает двоих игроков, Индолэнс продолжает нажигать, Дренска умрет, и Крашер дает отличный удар с W, минус Рамбл, и Крашер, скорее всего, умрет, нужно еще пару автоатак, даблкил для Рикстай, в итоге счет 11-9 в пользу команды Улудак, они разменялись 4 в 2, по-моему. Ну, около того, да, сейчас, если это один заберут, выйдут вперед по золоту, это приятно перед третьим драконом, и все становится не совсем прям безопасно по Дрейкам для команды Айсеп, потому что 3 дракона это еще один, может быть там, да, любая ошибка это уже четвертый, а потом каждый и любой следующий это пятый, и как мы видели там, да, с пятым драконом файты выигрывать безумно тяжело, но у Арианы появляется Рободон, но у Севир почти готов Фантом, и с этими предметами, на мой взгляд, команда Айсеп уже может смело идти и в 5 на 5 ровном файте, если не поймают жесткий эквалайзер от Эндолэнса, драться могут, но все-таки Дренск к позиционированию его очень сильно файт подвело, почти мгновенно умер как раз на Утилус, вообще ничего не мог Вейзл там сделать, и на этом у Лудаги файт-то свой выиграли. Да, тем временем, Тринтифорст и усилите ботинки у Физа, Физ потихонечку начинает становиться серьезной угрозой, в 1 на 1 дуэли он будет Трамбл уже скорее всего убивать, вопрос в том, о, Силкин подставляется немножко, идет Бумеранг, сколько дэмэджа вливают по Силкину, сейчас Чарм Орбов Десепшн Ари, не внесла должного повреждения по ребятам, но на топе файт пошел, Индолэнс практически умер, там крипы достреливали, но щит очень вовремя использует Индолэнс, не умирает он, и этот файт, при том, что Джей Джей МС отдал Игнайт, ну, в принципе, в пользу Индолэнса завершился. Да, очень опасная ситуация на самом деле была, но при этом у обоих топеров есть телепорты, и знаешь, что очень важно, то что, ну, ультимейт Физа, он намного менее важен для темфайта, чем ультимейт Рамбл, потому что, да, он увеличивает урон по одной цели, но по одной, в остальном Физ продолжает оставаться неплохим достаточно брузером. Рамбл же без своего ультимейта персонаж намного более слабый, и из-за этого у лудаг сейчас дракона теряют, так что тот размен был в поле. Ох, у депсчарженый Утилус не жалеет, кидает его в Жанну. О, пошла инициация, Ворланда выкидывает эксплозив каском Крашер, Дрэнск просто так отдал свой ультимейт он за хант, и сейчас вот как раз у лудаги могут поиграть, пошел Чарм, попадает по Дрэнску, то, что нужно, подкидывание может быть по троим игрокам от Ройла, здесь же нужно дальше играть по Крашеру, Жоквейв от Ирианы по двоим игрокам, Ройл падает, шатдаун в пользу Физа, дальше продолжается Айфойс, запирает Физа, размен один в один, могут сыграть дальше у лудаги, и возможно даже добрать вышку, Чармс, флешау, Ворланд, Кобико Депорка выживает, еле-еле здесь выходит из этой ситуации. Вот он. Дрэнска прокает, использует эквалайзер, Дрэнск выживает, не самый, наверное, правильный эквалайзер дал сейчас Синдолэнс. Поспешил, надо было этот эквалайзер оставлять на случай, если Айсепа попробует, ты один за дефать. Да, да, да. Но в любом случае, это вышка в пользу лудаг, по голде преимущество 500, в пользу команды Турции. Насколько эта игра ровная? Ну, эта игра пока что очень ровная, но она все меньше и меньше становится ровной, в силу того, что сейчас Арианна соберет себе еще Войт Ставв, сейчас Сивир еще соберет себе БТ, ну, эквалайзер Рамбла, он сейчас настолько хорош, потому что, во-первых, у Сивир нет никакого лайфстила, она ловит любой урон, и она вынуждена просто убегать изо всех своих сил. При этом у Арианны пока что нет вот прям бёрст дэмэджа, чтобы с ультимейта снимать хотя бы одну цель. Ну и у Кобико Депорка, я бы сказал, что Арианна не настолько все-таки сильный и впечатляющий пик, потому что он ультимейты дает все время по нескольким целям, но эти ультимейты не меняют ход тимфайта, он дает их в основном по неприоритетным целям. Вот в последнем файте он зацепил, по-моему, ну, обоих кэрри, короче говоря, не зацепил. Ну, двоих кэрри он цеплял до этого, то есть у него были неплохие ультимейты, на самом деле Кобико Депорка неплохо отыгрывает свою позицию, вопрос здесь в другом, что после того, как даже он ультанул троих, например, игроков, нет должного фоллоуапа от команды ССеп. Такой этаж в то же время, поэтому здесь Рианне важнее, наверное, попробовать своим ультом зацепить... Ой-ой-ой, плохо дело, Райднус Горя Пронгает отличный экспозитор в каст, тут же дес... Депс чардж, нет, депс чарджа не было, там блокушка только вот наутиловался, пошел врыв в дальнейший, Ройл может здесь умереть, Аквалайзер хорошо кладет, подкидывание по троим игрокам, здесь дальше идут ребята из команды ССеп, тяжело выжить Силкину. Крашер проходит дальше, Индолайн с Сайфойз зажатый под Т2, флэш отдает Силкин, при этом размен 2 в 0 в пользу команды ИСеп, и это ошибочная игра от Улудак была, в чем может им стоить... Ну, Барона вряд ли, но хотя, кто знает, Эквалайзера-то нет уже Индолайн с... Ну, это еще киллы, это в любом случае приятно, это в любом случае золото, которого Улудак многовато отдают команде ИСеп, ну и трапать на Бароне здесь нет смысла, все прекрасно понимают... Ого, Крашер рвается, пытается заиграть по Индолайн с... Замедление было, скушки тут же... Хороший флэш дает Индолайн. Очень странный флэш, потому что он уже после якоря Наутилуса его сделал, но причем через огромную такую стену. Да, хороший флэш был от Индолайн, он весьма грамотно его сыграл. Ну, конечно, якорем своим Наутилус доставляет проблем, опять же, до этого была хорошая комбинация скиллов, то есть Эксплозив Каскот Крашер тут же кидает свой якорь Наутилус, в итоге цепляют Ари, и Ворлон вообще никуда не может додвинуться. Будь у него флэш, Жоне ничего бы ему не помогло в той ситуации, и поэтому, если продолжится все в таком же духе, то Эксплозив просто-напросто эту игру себе заберут. Это одна из причин, по которой, мне кажется, Эксплозив такой драфт проводили. Они оставляют Ворлонду Ари, банят все, что могут, да, из Реали, Варусы, все-все-все. При этом его Ари, она неплохая, но у него почему-то время от времени бывает, знаешь, такой, я не знаю, как это даже сказать, синдром Киры. Он пытается что-то сделать ради того, чтобы что-то сделать. Не для того, не потому, что это нужно, а потому, что ему хочется сделать плей какой-то. Ну, вот у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается. Или ему кажется, что команда не может здесь инициировать. Это было и в первый день, это и сегодня было, что он просто берет и ультует тогда, когда это абсолютно не нужно. Да, Чарм пошел от Ворлда по Вейзлу, пытается его загасить, появляется Крашер. Мало что могут сделать игроки у Лутак в данной ситуации. Кабикет и Порка рядом. Дэмжи предостаточно. Это Ариан. Узкие пространства для обеих команд выгодны, потому что у одной команды Рамбл, у другой команды Ариан. И просто все зависит от того, насколько вовремя и насколько хорошо положат свои спеллы обе команды. Поэтому вот так. Но, конечно, Войт Став уже не за горами. На Войт Ставе кабикет и Порка будет уже очень много урона наносить. Ну и у Физа почти готовый Ботарк. С Ботарком, конечно, Индоленсу вряд ли получится что-либо противопоставить. Барона здесь делать нельзя, потому что у Рикса есть ульт, и она все равно здесь, неподалеку. Да-да-да, совсем неподалеку. 5-2-4. Рикса из Локетовым Айрон Соляри плюс Синдерхалк. Ой-ой-ой. Все может быть плохо. Шоквейв по Силкину по одному. Лишь Жанна умерла слишком быстро. Крашу дамажит Ройла. Тут Чамзи Ватерс. Хороший эквалайзер, но, увы, тимфайт уже, по сути, закончился. Эксплодив каст по двоим игрокам. Продолжается игра. Депчар пошел от Наутилуса. Пытается уйти и посмотрим, будут ли Исэп пытаться брать барона. Так как Эндолайнс уже сдал свой эквалайзер. Ройла нет, стелить особо нечем. При этом Ари без ульты, Ари без ульты и персонаж слабый. Эндолайнс должен заходить. Тут надо мешать, иначе это будет фри-барон для команды Исэп. И с этим бароном могут они дел натворить очень много. Команда Исэп забирает барона первого в этой игре. Это Ботарк для Физа, это Войт для Арианы, это, возможно, БФ для Сивир. Сейчас будет сверху, нет, БФа не будет, будет Берси плюс еще один лонгсор. Здесь на Ботарк почему-то решил Дренска выходить. Ну и при этом все становится все опаснее и опаснее для улудагов, потому что барон баф плюс 2000 преимущества уже у Исэпов. За этот барон баф они могут пойти сделать еще вышек много. Да. Ну, пока что. Дрейк появляется, улудаги только в составе Ари и Жаннен здесь находится, дрэдж-лайн. Очередно, это на Утилус он здесь. На этот раз на Утилус не попадает в цель, где до этого Вейзл какие-то мифические дрэдж-лайны кидал и сразу в раз попадает точно в цель. Там есть такой момент, когда уже кажется, что якорь закончился, а он все-таки еще идет, моделька большая, поэтому такое случается. Но это дракон для Исэпов, важно как можно быстрее его забрать. Для команды улудаг нужно очень отпушить все три линии, чтобы барон-миньоны там не появились. Это одна из ключевых ошибок, которые в 5 на 5 очень многие команды начинающие не делают, когда барон забирается и если вы видите, что на одной из линии там скопилось 4 пака миньонов команды оппонента, бегите туда и быстро его отпушивайте, иначе эти все миньоны станут барон-миньонами и вы с ними уже ничего сделать не сможете. Но Арианы плюс сорки тоже очень важно, потому что это билд, с которым в принципе 30-минутный Ариан, то есть 30-0-0 Ариана, это очень сильный персонаж. По сути, три предмета это то, что нужно Ариане, чтобы стать эффективнее достаточно. Ну, уже это в принципе Ариана, которая может в одиночку файт выиграть, даже в лейт-гейме. Получает блю баф все-таки команда Улудак. Не-не, крашер, крашер разобрал. Ресепт забирают блю баф, я бы даже сказал, отжимают жестокую команду Улудак. Тем временем падает Тендолайнс на топе. Да, здесь хороший план. Да, взрывает, ноутило вместе с Физом. Т2 Таурка может быть упасть. Две даже Т2 Таурки скорее всего упадут. Инициировать нельзя сейчас, потому что... Плохо здесь Ариан дает неудачный чарм. Кабико де Порка будет в сейфовой позиции сейчас. 245 фарм у него, кстати, опережает он Ворланда почти на 50 фарма. Хороший результат показывает на данный момент мидлейнер команды и Сэп Кабико де Порка, хотя у него все началось не очень хорошо. Стабилизировался он. Падает Т2 вышка на мидлейне под Барон-миньонами. Опять же, команда ИСЭП может идти и дальше, пытаться заходить на хайграунд. Вопрос в том, что смогут дать сейчас у Лудак. Смогут ли они как-то ответить? Есть телепорт у Рамбла. Валькирию тратит свой сейфойс. У него слишком мало хп, как далеко заходит ИСЭП. Чар пошел, эквалайзер, отличный здесь был, но слишком быстро из него вышли ИСЭПы. Индолайнса протягивает с дрэджлайна, пытается играть дальше. Сейфойс под эксплозив каском. Здесь же Дренск, отличный врыв от Ворландо. Дренск практически умирает. Ворландо тоже падает. Разменялись, пока одни... Севир выжила. Вау! Как близко это было. Севир осталась жива. Жанну отогнали. Игроки команды у Лудак отдают свой ингибитор. У них нет вариантов никаких здесь задефать его. И команда ИСЭП в серьезном плюсе теперь находится. Да, преимущество получается на 7000. Сторона упала. У них два дракона на два дракона. И у Лудак при этом лейтгеймовая Ари. Ну, лейтгеймовая Ари она очень сильно страдает от лайфстила, от састейна, от погреза оппонента. Ой-ой-ой-ой! Ройл попадает под Chum the Waters от JJMC. Ройл пытается уйти. Здесь Playful Trickster. JJMC заходит слишком далеко. Но Сейфойс сейчас не внесет столько демэджа, чтобы уничтожить эту рыбу. Достаточно быстро, поэтому... JJMC спокойно отходит. Здесь все вместе ИСЭПы у... идут. С леса команду Лудак, наверное, на Веселкин. Опять засада какая-то планируется ИСЭПами, но... недолго. Они понимают, что время тянуть сейчас не стоит. У них есть момент, у них есть ситуация, которую надо реализовывать. 3-1-8 и мидер, и адекерри. Команда ИСЭП не так уж много килов, кстати. У Кэри, тем не менее, физ, раз фижен достаточно, 6 убийств и 7 ассистов. Хороший килл-партисипейшн, кстати. У всех, кстати, в команде стоит заменить. Не меньше 11 из 16, это достаточно много, учитывая то, что все-таки на сайдлейнах экшена было много, Кобико Депорко в нем участвовать сильно не мог. Все-таки это Рианна. Ну, вот, кстати, Рамбл, почти 100% килл-партисипейшн, он показывает этот матч, 92% у него. Да, но при этом этот килл-партисипейшн здесь немножко бесполезен, потому что пока команда проигрывает. К сожалению, да. Но, Жонис, Аургласс, Леандри, Стормин, плюс почти готовый войд-став, хорошая айтемизация для Рамбла, то есть он наносит тот дэмэдж, который должен наносить в игре. Да, просто здесь проблема в том, что мидеры очень несопоставимые. Сейчас АДшники, топеры... Дреджлайн по Ройлу, слишком много дэмэджа, Аквалайзер хороший кладет здесь Рамбл, пытается сыграть, почти умер, здесь Крашер, ух, раскидали всех игроков, Шоквейв не попал ни по кому, но тем временем Ворланд практически умер, Грагас уже упал, размен по Листикам один в один, пытается здесь Исэп пройти дальше, и дрейд флайн на Утилуса, очень четко сыграл здесь, Вейзл, минус Ворланд, рыдается дальше, Джей Джей Эмси, падает Рамбл, размен уже 3 в 1 в пользу команды Исэп, у Лудак очень сложно вернуться в игру после такого тимфайта, сейчас упадет седьмая вышка для Исэпов, стороны на мидлейне уже, напомню, нет, ботлейн тоже, скорее всего, упадет, Корки и Жанна, вряд ли, это Дэйф от Райтас, Глори, какие хуки, какие якори кидает этот на Утилус, Вейзл из раза в раз попадает точно в цель, Жанна падает на этот раз, 20-й юбилейный килл в пользу Исэпов, минус ингибитор на ботлейне, и 35-й минут на таймере эта игра может вполне подойти к концу очень-очень скоро. Да, здесь странно вообще, что у Лудак изначально решили драться за Т2, не стоит забывать, что при том, что Ариана дала ульт в никого, файт получился, сколько у нас там, в плюс 4 в 1, да, по-моему, 4 в 1, да. То есть представьте, если бы Ариана попала этим ультом, поэтому сейчас, конечно, ситуация для у Лудак уже критическая, две стороны потеряны, драконы уходят вообще на пятый план для команды Айсэп, им важно забрать сейчас последнего Барона, скорее всего, в этой игре, снести еще разок ингибитор на мидлейне и после этого игру заканчивать, потому что у Ори появилась почти готовая Жоня, у Физа есть Хигдринкер, плюс деф-слоты, то есть резисты есть, пол-ХП за счет уровней там какой-то появляется, но и при этом не стоит забывать о том, что у Севир три слота давным-давно, плюс Сфектроскал, то есть Ари ее уже убить не может, как и Рамбл без Пенетры. Это точно. Тем временем, Джей Джей МС продолжает движение, пытается найти Эндолэнса, здесь у него есть Чамзе Ватерси, он кидает туда акулу, Эндолэнс может умереть, кидает эквалайзер за самого себя, Жоня есть, он ее использует, но никто не поможет Эндолэнсу сейчас абсолютно, он умирает, еще одна смерть топ-лейнера команды Улудак, Дрэнска пытается поймать, он дает Онзе Хант, легко уходит из-под преследования команды Улудак, здесь могут в оппозиции оказаться игроки турецкой команды, Ройл пытается уйти, хороший чарм по Крашеру, мало что дает, просаживает, конечно, Экспонсив Каск, Крашер идет дальше, Орпов Десепшн, ускорение будет ли? Умничает Райт Нас Гори есть у Наутилос, Саша Квей, притягивает Ворланда, вау, как сыграл Кобикене Порка, забрал Ари, идет дальше Уэйзл, Ройлу, ну, практически не уйти в такой ситуации, и я думаю, что нет, все-таки ушел, Ройл, довольно тонковитая, конечно, это Рик Сай, при этом не смогли зацепить его нормальные Сэпы, но они уже штурмуют Т4-вышку, здесь есть Вэйзл, который пытается разбить уже, ну, вновь поймать эту Рик Сай, Рамбл подходит, падает Т4-вышка, номер один, опять очередной красивый хук от Вэйзла, вторая Т4-вышка под угрозой, Ройл отходит, от него мало ХП, разбивает вторую башню, и команда, и Сэп, скорее всего, возьмет, да, берет первую карту в этой Best of 3 серии против турецкого университета Улудак. Да, это была самая ровная игра на этом турнире, это во-первых, но не стоит забывать, что команда Улудак взяла